Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами разбираем практическое занятие, которое посвящено основам экологии. Основу экологии мы с вами будем рассматривать на двух практических занятиях. Сегодня первое из них. И сегодня мы говорим о том, что такое биогеоцинозы. Определяем структурные компоненты биогеоцинозов, рассматриваем виды биогеоцинозов, а также говорим о формах взаимоотношения организмов живых между собой. Вообще надо сказать, что основой экологии и в основе вообще всей экологии лежит такое понятие как экосистема. Термин был предложен впервые в 1935 году, предложил ему пенсли, и под экосистемой он понимал биологическую систему, которая состоит из сообщества живых организмов, из места их обитания, а также тех связей, которые осуществляют обмен веществ и энергии между этими организмами. И если рассматривать и переводить термин экосистема дословно, то оно идет от слова эйкос, это жилище, ну и собственно сама система, в переводе с древнегреческого. И действительно эко-система представляет собой такие сложные формы взаимоотношений живых организмов, которые обитают на определенной территории. Но позже, в 1944 году, наш отечественный академик Сукачев предложил термин биогеоциноз и сказал, что в общем-то термин биогеоциноз, он практически синонимичен экосистеме, поэтому в настоящее время в экологии, в биологии можно встретить и то, и другое понятие. Соответственно, под биогеоцинозом мы понимаем устойчивое сообщество растений, животных и микроорганизмов, которые находятся в постоянном взаимодействии с компонентами атмосферы, гидросферы и литосферы. В это сообщество живых организмов поступает непрерывная энергия Солнца, непрерывно поступают минеральные вещества почвы, газы, атмосферы, вода и, соответственно, выделяются из него кислород, кислый газ, продукты жизнедеятельности, теплота и так далее. Основной функцией биогеоцинозов в современной экологии считается аккумуляция и перераспределение энергии, а также круговорот веществ. Биогеоциноз, по сути, представляет собой целостную саморегулирующуюся и самоподдерживающую систему. И в этом основа и свойство, главное ключевое слово, свойство биогеоциноза. Биогеоцинозы способны саморегулироваться и сами себя поддерживать. Любой биогеоциноз включает в себя ряд компонентов и можно выделить обязательные компоненты. И под этими обязательными компонентами мы, во-первых, подразумеваем неорганические вещества. К неорганическим веществам, входящим в состав биогеоциноза, относятся азот, кислород, диоксид углерода, вода и различные всевозможные минеральные соли. Также компонентами биогеоциноза являются органические вещества, к которым мы относим белки, углеводы, липиды и так далее. Поскольку любой биогеоциноз представляет собой совокупность живых организмов, то, конечно, именно эти организмы являются обязательными компонентами биогеоциноза. Без живых организмов биогеоциноз просто не может существовать. И живые организмы в биогеоцинозе представлены продуцентами, консументами и редуцентами. Вот если мы с вами посмотрим на продуценты, то я напомню, что продуценты представляют собой автотрофные организмы, и они, собственно, продуцируют органическое вещество, то есть они образуют органическое вещество. Ну и, как мы знаем, большинство продуцентов в экосистемах представлены зелеными растениями, хотя могут быть и, например, бактерии продуценты. Соответственно, консументы и редуценты по способу питания являются гетеротрофными организмами, они потребляют уже готовое органическое вещество, которое к ним идет от продуцентов. И, соответственно, могут быть так называемые консументы первого порядка, это обычные растительноядные животные, а могут быть хищники, которые мы называем консументами второго и последующих порядков. Консументы у нас, как правило, представлены животными организмами. Ну, а, соответственно, редуценты или, по-другому, деструкторы, разрушители, это тоже гетеротрофы, но их задача разлагать остатки мертвых растений и животных, превращая их в простые минеральные соединения и обеспечивая таким образом букварот веществ в том числе. Если мы говорим о биогеоцинозе вообще как о совокупности живых организмов, среды их обитания, биотопы и так далее, то, конечно, нужно сказать о том, что любые живые организмы испытывают на себе воздействие окружающей среды, а также испытывают на себе воздействие друг друга. И поэтому любые компоненты, любые участники биогеоцинозов у нас с вами испытывают на себе три группы факторов типов воздействия. И первый такой тип воздействия – это биотические факторы среды. Биотические факторы среды – это факторы взаимодействия живых организмов между собой. Существуют разные способы взаимодействия живых организмов между собой в биогеоцинозах, в экосистемах, но одним из основных и ключевых способов взаимодействия живых организмов между собой являются пищевые цепи или так называемые трофические цепи. Если мы говорим про пищевое взаимодействие, про трофические уровни, то мы должны понимать, что рассматривая живые организмы внутри биогеоциноза, мы выделяем организмы, которые являются пищей, и организмы, которые, соответственно, потребляют пищу. И вот в экологии существует такое понятие, как цепи питания, и под цепями питания мы понимаем ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий вид служит пищей по-следующему, и таким образом все живые организмы можно в эти цепи питания уместить. То есть цепи питания – это, по сути, трофические связи между разными видами живых организмов. Иногда цепи питания можно представить в виде так называемых пищевых пирамид. То есть можно говорить о цепях, можно говорить о пирамидах. И общей закономерностью всех цепей питания является, во-первых, тот факт, что в их основе лежат всегда зеленые растения, практически всегда. Этими зелеными растениями, соответственно, питаются консументы первого порядка, дальше идут консументы второго порядка и так далее. Количество особей, которые включены в пищевую цепь, всегда последовательно уменьшается. Соответственно, численность жертв всегда значительно больше численности потребителей этих жертв. И вот экологические пирамиды, в виде которых можно отобразить взаимодействие живых организмов, как раз это и отражают. То есть в основу экологической пирамиды, в фундамент мы всегда помещаем так называемые первичные продуценты. И мы видим, что их численность, соответственно, намного больше, чем численность следующего уровня экологической пирамиды. И это, кстати, нашло отражение в так называемом правиле 10%, которое тоже отражается в экологической пирамиде. И о чем говорит нам правило 10%, что в каждом звене пищевой цепи, то есть на каждом уровне пирамиды при переносе энергии теряется примерно 80-90%, которое рассеивается в виде теплоты и которое идет на обеспечение жизнедеятельности самого этого уровня. То есть на следующий трофический уровень, на следующее звено экологической пирамиды переходит только 10% энергии. И поэтому можно высчитать, что для того, чтобы прокормить, например, скажем, человека массой 1 килограмм, то есть для построения килограмма тела человека будет требоваться очень большое количество фитопланктона и, согласно правилу 10%, это число будет достигать примерно 10 тысяч килограмм фитопланктона. Надо сказать, что во многих биогеоцинозах можно использовать не просто термин «цепи питания» или экологические пирамиды, трофические пирамиды, но можно использовать термин «сети питания», который показывает очень сложные взаимоотношения разных видов организмов между собой. Чем больше видовое разнообразие внутри экосистемы, чем большее количество видов формируют экосистемы, тем более развитыми будут цепи питания, и они будут образовывать уже сложные сети, они будут образовывать такие сложные, запутанные уровни, и это будет обеспечивать стабильность экосистемы, о чем мы скажем позже. Если говорить об экологической пирамиде, которая в общем виде представлена на слайде, то надо сказать, что можно выделять в экологии три типа пирамид. Первый тип – это так называемая пирамида энергии, и вот здесь как раз справа показано вот это правило 10%, и отражено оно в пирамиде энергии. Пирамида энергии – это по сути закономерность, согласно которой поток энергии уменьшается и обесценивается при переходе от одного уровня к другому. Можно говорить о пирамидах биомассы, и в этом случае пирамида биомассы представляет собой закономерность, согласно которой каждый последующий пищевой уровень имеет массу в 10 раз меньшую, чем масса предыдущего уровня. И можно говорить о пирамиде чисел, которая отражает число особей на каждом пищевом уровне. И, соответственно, для нее тенденции, для такой пирамиды чисел будет уменьшение числа особей от одного звена к другому звену. Соответственно, цепи питания у нас с вами тоже бывают двух видов, и вот здесь на слайде тоже это представлено. Можно выделять пастбищную цепь питания, и тогда ее называют цепь выедания. Она всегда, посмотрите, начинается с продуцентов, и, соответственно, включает в себя консументы различного порядка. А можно выделять так называемую детритную цепь или цепь разложения. Она всегда начинается с детрита, включает в детрита фагов или же редуцентов, и, соответственно, заканчивается уже минеральное вещество. Очень важным для описания биогеоцинозов и очень важным для описания биотических связей, биотических факторов, которые действуют на организмы, образующие биогеоциноз, является еще и видовое разнообразие особей. То есть, как мы уже сказали, стабильность экосистемы зависит, во-первых, от разветвленности пищевых цепей и формирования пищевых сетей, а разветвленность очень во многом зависит от видового разнообразия. И внутри каждого биогеоциноза выделяют так называемые средообразующие виды. Они в основном формируют условия питания для других представителей. Есть доминантные виды. Это те виды, которые по численности в данном биогеоцинозе преобладают. Есть сопутствующие виды. И они, как правило, предпочитают те условия, которые уже создают для них, ну не только для них, а вообще создают в биогеоцинозе средообразующие виды. Существует несколько характеристик биогеоцинозов. И вот численность особей внутри биогеоциноза, плотность популяций, ее возрастной и половой состав тоже относятся к характеристикам биогеоциноза. Существует процесс, который определяется последовательной сменой биогеоцинозов. И этот процесс носит название сукцессия. Дело в том, что смена биогеоцинозов – это одно из свойств экосистем. И происходит эта смена всегда последовательно, всегда преемственно на одной и той же территории. Одни биогеоцинозы сменяют другие. И вот цепь сменяющихся биогеоцинозов как раз носит название сукцессионного ряда или серии биогеоцинозов. В природе смены биогеоцинозов происходит постоянно, то есть это закономерный процесс. И они характеризуются такими закономерностями, как увеличение видового разнообразия, нарастание общей биомассы и усложнение цепей питания. То есть каждый последующий биогеоциноз в сукцессионном ряду будет более разнообразным, более численным, если говорить о численности популяций. И цепи питания будут все более разветвленными. И это все постепенно приводит к формированию стабильных сообществ и направлено как раз на укрепление сообществ и поддержание стабильности. Причин смены биогеоцинозов может быть несколько. Есть так называемые внешние причины или внешние факторы. Это могут быть, например, пожары, выпас скота, вырубка деревьев в лесу. То есть, как правило, это такие антропогенные факторы. Могут внешними причинами быть изменения климата или рельефа, а также изменения состава почв или, например, затопления территории. Воздействие всевозможных вулканов, оползней, землетрясений и так далее тоже может быть внешней причиной смены биогеоциноза. А могут быть так называемые внутренние причины сукцессий, которые связаны с воздействием на среду обитания самих живых существ, которые обитают в экосистеме. И, соответственно, таким образом тоже происходит усложнение организации сукцессионного ряда. Ну, например, мы можем с вами сказать, что примером сукцессии может быть, скажем, развитие экосистемы на песчаных дюнах. Сначала на голых песках у нас появляются злаки и, например, ивняк, а также такие животные, как, скажем, норвные пауки, роющие осы, кузнечики и так далее. Это будет первый биогеоциноз. Затем появляются сосна, затем появляются лиственные породы, начинает разноображиваться животный мир, переселенцы появляются, появляются, например, жуки, муравьи. Ну и, соответственно, все это в конечном счете заканчивается формированием влажного лиственного леса с достаточно богатым бунусом, почвой, с моллюсками, разнообразным вообще животным миром. Ну и, соответственно, биогеоциноз с каждой сменой становится все более и более стабильным и, соответственно, он становится все более устойчивым. Помимо биотических факторов среды, которые описываются влиянием живых организмов друг на друга, биогеоциноз характеризуется воздействием на него абиотических факторов. Абиотические факторы – это так называемые факторы неживой природы, и можно выделить большое количество абиотических факторов. Ну, например, типичным абиотическим фактором, действующим практически на любую экосистему, является температура. И разные виды имеют разные приспособления к выдерживанию различных диапазонов температур. Ну, например, есть живые организмы, которые существуют при очень низких температурах. Ну, например, какие-нибудь споры микроорганизмов могут выдерживать охлаждение даже до минус 200 градусов. А, опять же, некоторые бактерии и водоросли могут размножаться в горячих источниках, да, термофилы такие, которые не просто живут, но еще и размножаются при 80-88 градусах плюсовых температур. По отношению к температуре мы вообще выделяем с вами организмы поэкилотернные – это организмы с непостоянной температурой тела. Ну, вспоминаем, да, это, например, земноводные рептилии. А также гомоэтернные организмы – это организмы с постоянной температурой тела, у которых, соответственно, интенсивность жизненных процессов никак не зависит, ну, практически никак не зависит от температуры окружающей среды. Естественно, что в окружающей среде и в природе температура не постоянна, и надо сказать, что наземно-воздушная среда обитания вообще характеризуется с самым сильным перепадом и самым сильным колебанием температур. И поэтому в процессе эволюции у животных выработалось большое количество различных приспособлений, которые позволяют им адаптироваться и приспосабливаться к этим колебаниям температур. Ну, например, у растений усиливается испарение через густица, что способствует снижению температуры листьев, да. У животных тоже система испарения способствует охлаждению, но они испаряют уже через дыхательную систему, через потовые железы. Накопление и вообще присутствие, например, в некоторых клетках сахара, глицерина может препятствовать замерзанию тканей животных и растений. Ну, то есть таких приспособлений может быть очень много, начиная от клеточного уровня и заканчивая вообще поведенческим, фенотипическим уровнем, тоже позволяющим адаптироваться к перепадам температур. Второй абиотический фактор – это свет, конечно. Свет у нас с вами имеет огромное значение, потому что, в принципе, да, например, продуценты могут существовать и обеспечивать жизнедеятельность и стабильность только на свету. Соответственно, в зависимости от отношения, скажем, растений к свету, выделяют так называемые тени вносливые растения, которые нормально чувствуют себя в тени. А есть, напротив, светолюбивые растения, ну, скажем, какие-нибудь злаковые, да, которые, наоборот, предпочитают жить и могут жить только в условиях яркого солнца, например. Есть такое понятие, как фотопериод в экологии – это регуляция активности живых организмов в зависимости от уровня освещенности. И фотопериод, фотопериодизм – это вообще явление, которое характерно для всех живых организмов. Даже у бактерий были найдены специальные гены фотопериодизма. Ну, а уж у человека, у млекопитающих, конечно, есть целая даже фотопериодическая система в мозге, которая регулирует нашу с вами жизнедеятельность в зависимости от уровня освещенности. Большое значение имеет влажность, поскольку вода – это вообще необходимый компонент любой клетки, да, и для многих живых организмов вода служит вообще ограничивающим фактором. Чуть позже я об этом скажу. Существуют значительные колебания влажности воздуха, и к этому тоже существует ряд адаптаций у различных организмов. Например, у растений это видоизменение листовой пластинки, да, изменение активности распределения фотосинтезирующей ткани, извините. Различные механизмы запаса воды могут быть и у растений, например, у молочаев, да, у африканских, у животных, таких как, например, верблюды, которые в горбе запасают, да. Способность животных извлекать воду из пищи характерна для мелких грызунов. Ну и даже такое явление, как спячка в жаркое время, например, у грызунов и черепах – это тоже способ адаптации к влаге, да, к такому абиотическому фактору, как влажность. Ионизирующее излучение разного типа мы относим к абиотическим факторам и так далее. Вот важным, когда мы говорим про абиотические факторы, особенно хотя и про абиотические тоже, но тем не менее самым важным для абиотических факторов является такое понятие, как интенсивность действия фактора среды. И некоторые свойства среды остаются постоянными в течение длительного времени, ну, например, там газовый состав атмосферы, да, свойства атмосферы. Но большинство абиотических факторов экологических все же непостоянны. Мы это увидели на уровне температуры, влажности, например, ветра, уровня осадков и так далее. И поэтому все абиотические факторы среды по силе действия могут быть разделены на несколько групп. Во-первых, это регулярно-периодические факторы. Во-вторых, это нерегулярные факторы. И в-третьих, это так называемые направленные факторы. И еще раз повторю, что в каждой из этих групп факторов живые организмы в биогеоцинозе обычно имеют какие-то адаптивные механизмы приспособления. Когда мы характеризуем абиотические факторы, важным является такое понятие, как ограничивающий фактор. И почему это является важным? Потому что, несмотря на то, что на каждый живой организм действует одновременно несколько факторов, всегда существует один отклонение интенсивности, которого от оптимальной величины может значительно сузить пределы выносливости ко всем остальным факторам. И вот это вот правило ограничивающего фактора по-другому получило название так называемого правила бочки Либиха, потому что впервые о существовании ограничивающих факторов написал в начале XIX века именно немецкий химик Либих. И он говорил о том, что, например, недостаток какого-то одного химического элемента в почве может очень сильно сократить выносливость ко всем остальным факторам, вообще выносливость и жизнеспособность конкретного растения. И вот считается, что для распространения видов наиболее значимыми являются два показателя – это температура и, соответственно, сумма эффективных температур, которая представляет собой разницу между температурой среды и температурным порогом развития. Многие факторы являются ограничивающими только в какие-то периоды онтогенеза живых организмов, ну, например, только в периоды размножения. Скажем, пределы выносливости семян, яиц, личинок, эмбрионов, как правило, уже, чем уже у взрослых, половозрелых там животных. И поэтому многие факторы для личинок могут быть ограничивающими, но при этом не быть лимитирующими для взрослых особей. Выявление самих по себе лимитирующих факторов важно в практической биологии, в практическом отношении, ну, например, когда мы говорим о сельском хозяйстве. И вот было установлено, что, скажем, пшеница плохо растет на кислых почвах, и именно pH почвы становится лимитирующим фактором может значительно сократить популяцию пшеницы. Поэтому почву в сельском хозяйстве, да, можно корректировать кислотность почв, что значительно позволяет повысить урожайность. Еще один фактор, да, еще одна группа экологических факторов, которые действуют на любые биогеоцинозы – это антропогенные факторы. Антропогенные факторы – это факторы, которые всегда связаны с деятельностью человека. Я хочу сразу обратить внимание абитуриентов и предостеречь от такой ошибки, да, что антропогенные факторы – это не всегда плохо. Речь идет не только о том, что к антропогенным факторам относятся только факторы, там, например, загрязнения среды. Нет. Просто антропогенные, сам перевод слова «антропогенный антропос» означает «человек». Это все воздействие человека, неважно, позитивное такое, как создание, например, там, заповедников, да, или введение запретов на отстрелы животных, или ловлю рыбы, или же негативные факторы среды, негативные факторы действия, такие как загрязнение атмосферного воздуха, вырубка лесов и так далее. Все, что связано с деятельностью человека, мы определяем как антропогенные факторы. Вот на это надо обратить внимание, потому что в ЕГЭ часто попадаются вопросы по антропогенным факторам. Ну, а, соответственно, если мы будем с вами дальше продолжать характеризовать биогелцинозы или экосистемы по-другому, то мы можем с вами сказать и выделить два основных типа экосистем. Это природные или так называемые естественные экосистемы, они же обозначаются термином биогелциноз, собственно. И искусственные экосистемы, которые называются агроциноз или агробиоциноз. И вот в таблице, которая представлена у вас на слайде, описаны как раз основные отличия биогелциноза и агробиоциноза. И мне хочется обратить ваше внимание вот на что. Агробиоциноз всегда является менее устойчивым, чем биогелциноз. То есть искусственная система, она всегда менее устойчива, чем естественная. Почему? Потому что там практически всегда преобладает монокультура, то есть видовое разнообразие агробиоциноза сильно низкое, поэтому преобладает один-два вида, то есть монокультура одна. И из-за того, что низкое видовое разнообразие, очень короткие цепи питания, они практически не разветвлены. И когда выпадает один любой элемент в этой короткой цепи питания, его ничем нельзя заменить, и агробиоциноз погибает. В то время как в биоцинозе цепи питания за счет численного разнообразия и видового разнообразия у нас с вами длинные, и чаще это даже не цепи питания, а как раз сеть питания. Поэтому биоциноз считается более стабильной системой, в которой лучше работает система саморегуляции, в то время как регуляция в искусственной экосистеме осуществляется с помощью человека, и поэтому преобладающим отбором будет искусственный отбор. Вот это то, что касается классификации экосистем. Обратите внимание, пожалуйста, на различия биоцинозов естественных и искусственных, потому что это один из самых распространенных вопросов из всех линий вопросов ЕГЭ по экологии. Ну а мы с вами переходим к заключительной части нашего с вами занятия. Мы с вами переходим к вопросу взаимоотношений между организмами. Взаимоотношения, они, как правило, не случайны. Живые организмы внутри экосистем поселяются друг с другом и образуют определенные сообщества. И поэтому, конечно, в таких сообществах живые организмы должны с собой взаимодействовать. И все взаимоотношения можно поделить по тому, насколько они полезны или вредны для участников этих отношений. И вот первая группа взаимоотношений – это так называемые позитивные отношения или симбиоз. Вообще под термином симбиоз мы с вами понимаем сожительство или взаимовыгодное сожительство, когда оба партнера извлекают пользу друг от друга. Иногда под симбиозом понимают такую форму отношений, когда один партнер пользу извлекает, а другой – а другому нейтрально, то есть ему никак. И вот существует несколько вариантов симбиоза. Во-первых, это вариант протокооперации. Вот в качестве примера протокооперации всегда приводят к сожительству раков-отшельников и коралловых полипов, которые называют актимиями. Дело в том, что рак-отсельник поселяется в пустой раковине полипа и, соответственно, таким образом возят ее на себе, иногда пустую, и в этом случае раку хорошо, а полипу никак. А иногда он поселяется в раковине, в которой полип еще есть, и поэтому симбиоз становится настоящим взаимовыгодным для обоих видов, поскольку рак находит для себя домик в виде раковины, а моллюска он фактически таким образом перевозит из места в место, позволяя ему увеличивать пространство, используемое для ловли добычи. Второй вариант сибиотических отношений – это мутуализм. И это широко распространенная форма только взаимополезного сожительства, и в этом случае присутствие партнера становится обязательным существованием для каждого из них. То есть сожительство становится не просто взаимовыгодным, оно становится обязательным. И вот в качестве примера всегда мутуализма приводят лишайники, потому что у нас в лишайниках, помним, гифы, гриба сожительствуют с нитями водорослей, и, соответственно, таким образом и гриб, и водоросль поддерживают свое существование. Ну, а, соответственно, еще один пример – это, например, сожительство гриба с корнями высших растений, образование так называемой микоризы. То есть, когда корневые волоски растений не развиваются, а вода и минеральная соль поглощаются теми грибами, которые являются симбионтами этих растений. Вообще мутуализм очень широко распространен в растительном мире, да, и вот все эти клубеньковые бактерии с бобовыми растениями, например, это вот все примеры мутуализма. Мутуализмом, примером мутуализма являются кишечные симбионты, которые, например, представляют собой бактерии, живущие в кишечнике, скажем, жвачных животных или некоторых грузунов, жиков, точильщиков, и они помогают им, в свою очередь, перерабатывать губые растительные корма, и без этих бактерий-симбионтов животные не смогли бы питаться так, как они питаются. Ну, а бактерии, естественно, извлекают пользу, которая связана с тем, что они получают готовые питательные вещества. Еще одна форма симбиотических отношений – это комменсализм. Комменсализм в переводе, да, в дословном переводе означает совместную трапезу, и это такая форма симбиоза, когда один вид получает пользу от сожительства, а другому, собственно, от сожительства абсолютно безразлично, то есть это ему нейтрально. Ну, вот, например, да, в открытом океане крупные морские животные, типа акулы, дельфины, черепахи, часто сопровождают рыбы-лоцманы, так называемые. Дело в том, что при больших скоростях, которые развивают акулы или дельфин, образуется слой трения, который примыкает непосредственно к поверхности тела этих животных-лоцманов, этих рыб-лоцманов. И попадая в этот слой, им не надо затрачивать усилия для того, чтобы перемещаться, они просто как бы плывут по течению, создаваемым вот этим трением. И более того, кормятся остаткные пищи животных, которых они сопровождают. Поэтому такие рыбы-лоцманы, естественно, получают непосредственную пользу, в то время как крупным животным, типа дельфинов, да, совершенно все равно от наличия этих рыб. Рыбы-прилипалы, например, да, у нас есть, которые обитают в тропических морях. У них спиной плавник преобразован в присоску, поэтому их называют прилипалами. И они, как правило, прикрепляются, да, прилипают тоже к крупным рыбам, которых они используют как своеобразных извозчиков, перемещаются благодаря им, да, и питаются, тоже расширяя свою площадь, на которой могут питаться. Если мы посмотрим на вторую форму взаимоотношений, то это так называемый тип антибиоз. Антибиоз – это такая форма взаимоотношений, при которой две популяции взаимодействующие испытывают отрицательное влияние, или одна испытывает отрицательное влияние. То есть обязательным условием, да, антибиоза является условие, при котором одному из взаимодействующих организмов или популяций плохо. То есть при симбиозе никому не может быть плохо, при антибиозе может быть плохо одному или обоим двум, но обычно одному. Примером антибиотических отношений является, например, хищничество, да, и здесь совершенно понятно, что плохо тем, кто становится жертвой. Хорошо тем, кто становится хищниками. Как правило, хищники могут быть как специализированными, да, так и не специализированными, и объекты их ловли могут быть очень разнообразны. Ну вот, например, лица у нас появляются всевозможные плоды. Медведи собирают ягоды, мед лесных пчел, да, и несмотря на то, что у всех этих животных, у всех хищников есть определенные предпочитаемые виды жертв, тем не менее, массовое размножение объектов охоты заставляет переключаться именно на них. Хищничество представляет собой одну из основных форм борьбы за существование в эволюционной теории, это важно, и встречается во всех крупных группах эукариумов. У одноклеточных поедание особи одного вида другими вообще является обычным явлением и очень распространенным. Естественный отбор, который действует в популяции хищников, будет увеличивать эффективность средств поиска, ловли и добычи. Это тоже такое правило хищничества. Если мы смотрим на еще один пример антибиотических отношений, то это паразитизм. Паразитизм – это форма взаимоотношений, при котором одному организму действительно плохо, это так называемый организм хозяин, а паразиту хорошо. Организмы могут использовать другие виды, не только как источник питания, но и как, например, место обитания. Паразитизм распространен широко, он встречается уже у прокариотических организмов, то есть считается, что это эволюционная и экологически очень древняя форма взаимоотношений. Известно десятки тысяч паразитических форм и порядка 500 паразитических форм – это паразиты именно человека, которые изучаются уже в медицинской науке и в клинике. Но переход к паразитизму резко увеличивает возможность вида выжить в борьбе за существование, потому что для перехода к паразитическому форму жизни, как правило, необходимо специальные приспособления и иногда, я надеюсь, вы помните, паразитизм связан с общей дегенерацией, но это бывает не всегда, и в любом случае это одна из форм видеоадаптации. Существует несколько форм паразитизма. Паразиты могут быть временными, когда организм хозяин подвергается только на короткий срок воздействия паразита. Ну это, например, клопы, известный постельный, скажем, клоп. А может быть и длительный, соответственно, паразитизм, когда паразит вообще вне тела хозяина не живет, и, соответственно, вся его жизнь, она именно в теле хозяина проходит. И в этом случае, конечно, ему невыгодно, чтобы хозяин погибал, и поэтому таких паразитов обычно долго невозможно обнаружить, потому что они всячески укрываются, и для этого у них тоже есть свои адаптационные механизмы. Паразитизм встречается широко не только у животных, он широко встречается у растений. И, например, самый процветающий паразит высших растений – это гриб фитофтора. И некоторые виды этого рода поражают практически любые растения, то есть они не специализированы в определенной группе. Есть паразиты средоцветковых растений, есть варианты классификации паразитов на наружные и внутренние, но основная особенность, поскольку это тоже эволюционное приспособление к выживанию, это ряд характеристик, такие как, например, высокая продуктивность, специфическое наличие специфических органов прикрепления, типа присоски, крючки, крючья, коготки и так далее, и упрощение некоторых систем, типа органов чувств или нервной системы. Вот это общие принципы паразитизма. Ну и, наконец, еще одним примером антибиоза является конкуренция. Конкуренция – это тип взаимоотношения, когда у двух близких видов наблюдаются сходные потребности. И, соответственно, если такие виды обитают на одной территории, то каждый из них находится в положении невыгодном, потому что уменьшается возможность владения пищевыми ресурсами, местом для размножения, и таким образом как раз возникает конкуренция. Ну вот если мы обратимся к теории Дарвина, то он считал конкуренцию одной из важнейших составных частей борьбы за существование. И говорил, что именно конкуренция играет, пожалуй, наибольшую роль в эволюции вида. Часто конкуренты активно взаимодействуют друг с другом. У растений это может быть, например, перехват минеральных солей и влаги корнями, или, например, перехват солнечного света листьями. Тогда мы видим ту самую ярусность, которая наблюдается во многих растительных сообществах. Поэтому можно активно подавлять конкуренцию. И для этого, например, у некоторых видов есть специальные химические вещества. Скажем, грибы препятствуют росту бактерий путем выработки антибиотиков. Это тот самый известный пеницин, например. В результате конкуренции в биогиоцинозе совместно могут уживаться только те виды, которые смогли, собственно, в своих потребностях разойтись. Ну, например, копытные африканских саван по-разному используют пастбищный корм. И, соответственно, зебры обрывают верхушки, антилопы кормятся тем, что остается после зебр. Дальше газели выщипывают самые низкие травы. Таким образом формируются вот те самые идеальные биотические отношения, которыми характеризуется устойчивая эта система. Ну и, наконец, третий тип взаимоотношений – это нейтрализм. Из названия видно, что это форма, при которой совместно обитающие на одной территории организмы никак друг на друга не влияют. При нейтрализме особи разных видов друг с другом не связаны, но при этом они формируют биоциноз и зависят от состояния всего сообщества в целом. Ну, скажем, белки и лоси, которые обитают в одном лесу, они друг на друга открыто никак не взаимодействуют, не действуют, не контактируют друг с другом. При этом они являются членами одного сообщества, и угнетение, например, леса засухой скажется на каждом из этих видов, хотя и в разной степени. Соответственно, посмотрите, все формы взаимоотношений определяют, как я уже сказала, устойчивость каждого биоциноза. И, соответственно, опять же, чем богаче видовой состав, чем больше типов взаимоотношений между живыми организмами внутри экосистемы, тем она устойчива. Ну, давайте посмотрим на вопросы, которые могут быть представлены в ЕГЭ на экзамене, на экзамене ЕГЭ по биологии. И я вашему вниманию представляю такие демонстрационные варианты. Ну, например, вопрос. В чем сходство природной и искусственной экосистем? Первое. Небольшое число видов. Второе. Наличие цепей питания. Третье. Замкнутый круговорот веществ. Четвертое. Использование солнечной энергии. Пятое. Использование дополнительных источников энергии. И шестое. Наличие продуцентов, консументов и редуцентов. Конечно, правильными ответами здесь будет ответ 2, ответ 4 и ответ 6. Все эти признаки будут характеризовать и природную, и искусственную экосистему. Второй вопрос. В соответствии с правилом экологической пирамиды, часть содержащейся в пище энергии используется на процессе жизнедеятельности организмов? Да, это правильный ответ. Второе. Часть энергии превращается в тепло и рассеивается? Да, это тоже правильный ответ. И мы помним, что это большая часть, порядка 80-90%. Вся энергия пищи преобразуется в химическую? Нет, это не так. Потому что большая как раз термическая. Значительная часть энергии запасается в молекулах АТФ? Нет. Происходят колебания численности популяций? Это не правило экологической пирамиды. А вот от звена к звену в цепи питания биомасса уменьшается? Да, это характеристика экологической пирамиды. Поэтому правильными здесь будет ответ 1, 2, 6. Третье задание. Выберите правильное утверждение. И здесь мы должны выбрать утверждение, которое характеризует биогеоциноз. Правильным будет утверждение 2, потому что биогеоциноз – это система, которая состоит из структурных элементов, таких как вид и популяция. Правильным будет ответ 3, потому что биогеоциноз – это целостная система, способная к саморегуляции. И правильным будет ответ 5, потому что биогеоциноз – это система открытая, которая нуждается в поступлении энергии извне. Соответственно, первый, четвертый и шестой вопрос будут, ответ будут неправильными. Задание 4. Консументом леса является лисица обыкновенная, так как она. Да, она гетеротроф, и она хищник – это правильный ответ. Да, она поедает растительно-ядных животных, и поэтому она консумент. И она регулирует численность особей в популяции мышей, поэтому она тоже консумент. Ответы 1, 2 и 5 будут правильными. Остальные ответы будут неподходящими под определение консумента. Задание 5. Какие антропогенные факторы оказывают влияние на численность популяции кабанов в лесном сообществе? Увеличение численности хищников будет влиять на численность популяции кабанов, но это будет биотический фактор, поэтому ответ неправильный. Отстрел животных, да, он связан с воздействием человека. Подкармливание животных тоже антропогенный фактор, так как подкармливают животных люди. Распространение инфекционных заболеваний – это биотический фактор. А вот вырубка деревьев – это тоже антропогенный фактор, влияющий на численность. В то время как суровые погодные условия – это абиотический фактор. Поэтому здесь правильными будет ответ 2, 3, 5. Задание 6. Посмотрите, нужно выбрать три утверждения. Какие из приведенных пар организмов вступают в отношения паразит-хозяин? Широкие лентецы человек будут в отношениях паразит-хозяин, минога и рыба будут, и малярийный плазмодий и комар тоже будут. Рак отшельник и актиния будут симбионтами, да, карась и щука будут конкурентами, ну, сова и мышь будут в отношении хищничества. Поэтому ответ 1, 2, 5. Ну и кроме того, есть у нас задания во второй части, которые тоже относятся к экологическим вопросам. И три таких задания я вам сейчас продемонстрирую. Ну вот, например, каковы основные факторы ограничителя для растений, животных и микроорганизмов? Здесь нужно дать открытый ответ и вспомнить основные лимитирующие факторы для растений. Это, конечно, будет нехватка света, нехватка воды, минеральных солей и углекислого газа. Лимитирующими факторами для животных будут пищевые ресурсы, вода, климат, паразиты и естественные враги. А, соответственно, ограничивающими факторами для микроорганизмов будут различные условия среды, например, температура и вода, а также некоторые химические вещества, скажем, антибиотики, которые также меняют среду. Какие изменения биотических факторов могут привести к увеличению численности популяции слизня, обитающего в лесу? Здесь мы вспоминаем все взаимоотношения живых организмов между собой, поскольку это будут биотические факторы. И понимаем, что увеличение числа растений увеличит популяцию слизня, потому что увеличится кормовая база. Сокращение хищников приведет к увеличению популяции слизня. Ну и, конечно, сокращение болезнетворных микроорганизмов тоже увеличит численность популяции. Почему численность промысловых растительноядных рыб может резко сократиться при уничтожении в водоеме хищных рыб? И здесь мы с вами вспоминаем, опять же, пищевые цепи, трофические взаимоотношения организмов между собой. И вспоминаем, что уничтожение хищников приведет сначала к увеличению численности растительноядных рыб. Почему? Потому что никто не будет их поедать. Но повышение такой численности растительноядных рыб вскоре приведет к усилению конкуренции между ними. Соответственно, усиление конкуренции сократит численность, а также повышение растительноядного количества будет приводить к быстрому распространению болезней, что тоже значительно в дальнейшем сократит численность промысловых растительноядных рыб. Вот такие вопросы возможны на экзамене. На этом первое практическое занятие по экологии мы с вами сегодня закончим. И, соответственно, остальные вопросы экологии мы с вами разберем на следующем занятии. Всем успехов, спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok